Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 мая, день Космы, назван в честь святого отца Космы Исповедник. С юных лет возлюбив Христа, он оставил суетный мир и постригся в монахе. Проводил строго подвижническую жизнь и достиг совершенства во многих добродетелях. Как говорили о нем, сделался обителью Святого Духа. Впоследствии святой Косма был назначен епископом в город Халкидон. В сане епископа он усердно защищал православное учение, выступал против еретиков иконоборцев, за что многократно страдал. Май месяц. Май месяц считался сердцем весны и юностью года. Природа возрождается во всех своих проявлениях. Эмоциональный настрой, жизненная активность на пике формы. В народе верили, что святой Косма беспокоится о простых людях, чтобы они не испытывали голода. Поэтому он защищает посевы от холодов и засухи. Ему молились о богатом урожае. В этот день старались посадить корнеплоды, свеклу и морковку. Утром перед пассивом подходили к колодцу и сбрызгивали семена родниковой водой. Затем бросали в колодец медные монеты, чтобы урожай был богатый. Было такое обычай. С первого мая ходили на реку тайком три ночи подряд. Дожидались рассвета и как только солнышко показывалось, опускали в воду семена. Примета. Первым майским дождем смачивать голову, чтобы волосы росли так же хорошо и быстро, как трава в мае. Когда высаживали семена или растаду, то загадывали желание. И если подстатка давала хорошие всходы, значит желание сбудется. Первый день мая холодный, значит конец месяца будет теплый. 26-е лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть оно обновит и очистит тело, а сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком, пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok